Приветище! Сегодня у нас с тобой новенькая игрушка под названием Creepy Tales, что в переводе «Жуткие истории». Коллекционная игровая книга. Вот мы и посмотрим на эту историю. Мартин, пойдёшь сегодня с нами по Греблы? Эй, ты чего, оглок? А? После дождя столько грибов повылезало. Ходи да собирай! Ты с нами? И не надоели вам эти грибы? Не, братцы, я сегодня рыбачить иду. Поймаю что-нибудь и мама сварит на муху. А мы найдём огромный белый гриб на змеиной поляне. Сколько раз я говорила вам не ходить туда. Особенно тебе, Эспен. Берите пример с Мартина. Он никогда не ищет приключений. Ах, моя милая Нелли. Вот подрастёшь, маленькая, и будешь за братьями приглядывать. Нечего за нами приглядывать. Пускай лучше цветочки собирает. И бабочек ловит. Жуткие братья Представляют Давай, чини, чини, чини Еще разочек Поймали Карасик какой-то маленький Использовать Червячка насаживаем Начинается все с рыбалки А это что за леший? Чувак, сзади тебя леший Махинатый, бородатый С ветками на башке Ну ты же посмотрел на него, дружочек То есть каждый раз, когда я насаживаю На крючочек червячка Это существо ко мне подходит поближе Сейчас еще одного карасика выловлю и все, капец Богатый улов Достижение получил Ну посмотри ты на него, он прям сзади тебя Ну вот, удочку утопил С кулаками решил на лешего напасть Леший пытается что-то им сказать Что-то в доме, может, случилось? Или с братьями? Эй! Стоять! Погнали за ним! Встырил наше ведерко с рыбой Не, я, конечно, не против, чтобы он его донес Но так в назву В дупло Может, нам не надо туда? Похоже, что надо Ты куда делся? Дуб телепорт? Вот это поворот Вау! Че за big food? Как минимум, одна рыбка у нас осталась Спасибо, что нас не раздавило Пацанчик, ты че не скажешь? В наших лесах такое сроду не водилось Куда это я попал? Надо возвращаться домой О, наконец-то мы можем управлять пацанчиком То есть Обратно нам никак Ничего Найдем другой путь Ну, конечно Или мы тут сейчас обосремся Давай рыбку возьмем Она пригодится нам Я так полагаю Это головоломка Томик чей-то Ух ты, ёлки, какая жуткая тварина Кору грызь, а ты че, бобр? Похоже на огромного мутанта бобра У него, по крайней мере, по зубам так Схожесть какая-то есть Зайдем в дом А нам никто ее не открыл Подойдем к этому Нечто А мы не можем к нему подойти Мы очень боимся Знакомиться с ним не стоит Ага А сетку Мы можем взять? Нет, сетку мы не можем взять Можно было бы с сетью рыбу половить А то удочку уж мы тоже утопили В эту сторону сходим А здесь речечка И леший ловит рыбку Ха-ха Че не скажешь нам? Ого! А вас тут целое семейство Привет! Рыбачишь? Ай А, ну да Это другой леший Ага Может ему рыбку дать? Смотри какой благородный Баш на баш Я ему рыбку мне Ай 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 Муравьи на яйцо дал Похоже по крайней мере на это Что это? Сияющий А, это камень Это никакое не яйцо Это сияющий камень Мы скорее всего можем вставить Ну по крайней мере попробовать можно в этот дом Точно прикинь А я думал это глазок За нами кто-то из-за дерева его поглядывает Ты че там? Думал я тебе не знаю Как он странно перемещается Теперь у этого дерева стоит Эй Ты че там? А ну выходи Теперь тут А ну выходи Выходи давай Ворон Ты видел его? Теперь там стоит Ладно короче я в дом пошел Ммм Сколько тут припасов Ягодных Интересное какое Табуретное создание В виде башки чьи-то Ага Значит солнце, рыба и гриб Солнце, рыба и гриб Похоже нам это нужно как-то Как это Короче я так полагаю мне нужно какие-то фигурки сюда вставить А почему у меня 4 пальца Большой, указательный, средний и мизинчик Странно С этим никак я взаимодействовать не могу короче Окей Можем подняться наверх Можем поковыряться здесь Так Я шарик нашел Это уже хорошо Тут рыбу кто-то разделал Щуку Вон щука распотрошена на столе В котелке есть что? Даже несъедобно пахнет Можно было перекусить супца Пойдем на второй этаж поднимемся Посмотрим что там Стой, 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 стой Можно что-то взять Как будто вот тут что-то можно взять Треугольничек нашел А, треугольничек нашел И вот квадратик лежит, смотри-ка Слева от нас А выше никак Ох, елки Ну ладно, рыба как минимум упала сушеная Рыбу берем А в кровати пока пошиться больше не нам не дают Пока пошиться, окей Тогда сейчас будем вставлять квадратики всякие Сюда Давай вот, бери квадратик Ставь его сюда Ну не так же криво-то По теньку давай Есть попадание А, там сразу нам кругл... Все Больше в инвентарь мне вылазить не нужно Там все автоматически происходит Он берет другой предмет Вот треугольничек, ага Готово И что мне теперь нужно тут сделать Как будто что-то я не так поставил Не ясно Давай посмотрим, можем ли мы сюда рыбу положить Так, подожди Рыба использовать не можем Может ее использовать на столе? Да нет Или в суп? Точно может в суп? Закинули в суп Как получше пахнет уже А, кстати, наверху вон смотри Статуэтка деревянная из рыбы Так что скорее всего рыбу точно сюда Может быть нам костер разжечь теперь нужно? Скорее всего Значит смотри Еще остался нам гриб и вот кругляшок Что это? Кругляшок? Похоже на солнце Надо как-то этот ящик открыть Там припасы по-любому есть Но что, 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 что Вот за комбинации, как с ней взаимодействовать Я не понимаю И можно ли с ней как-то взаимодействовать? Фига узнает А достать обратно... А-а-а-а-а-а... Вон оно что на кнопке надо нажимать Дальше треугольник Вон как Кругляшок То, что не шевелится, нужно нажимать. Треугольник сейчас нужно нажать. Шарик. Ну и два квадратика. Еще разок. Все, разобрались. Бабочка какая сияющая. Что я взял? Что это так? Огнево. Бабочку не возьмем с собой? Она бы нам пригодилась в темное время суток. Но, видимо, пацанчик и так знает, что нужно ему. А что не нужно? Будем сейчас варить уху. Сразу так ярко стало. Пошел дым. Из нашей берлоги. Забавно будет, если этот птенчик сейчас свалится прямо нам в трубу. Это вот эти шишки же, кстати. Которые я подумал, что солнышко. Я полагаю, что на улицу нам нужно выйти, найти гриб и вот эту шишечку подобрать, которая упала. А что-то упало. Вот. Подбери. Что-то я подобрал. Шишечку вот эту вот отлично. И грибочек. А грибочек на грибках стоит вот это чудище. Даже если я подкрадусь. Нет. Не подкрадусь. Хорошо. Пойдем еще раз попробуем закинуть. В нашу кастрюлю. Что это вообще такое? Гнилой плод. Вон оно что. Гнилой плод, значит, попробуем закинуть. Еще сейчас дым пойдет с ароматом. И птичка должна туда упасть, наверное. Цвет изменился, смотри, у пара. Птичка сдохла. А этот упрыгал, испугался. Погнал другое дерево грызть. Не вопрос. Это даже лучше. Это прям вот нам на руку. По грибы пошел-ка я. Птичку возьми. Птичка сдохла от этого аромата. Птичка, прости уж нас. Сверху вижу рубильник, но до него фиг пойми, как достать. Ладно, к нему опять подходить я не стану. Ну, пацанчик скажет, что знакомиться с ним опасно. Пойду лучше супец доварю. Бульина Бланка Бульбуль. Бульина. На самом деле там говорила Галина Бланка Бульбуль. Ох, ты какой цветастый пар. Парень, уходи оттуда. Сейчас я весь лес погублю. Отравлю нафиг. Леший, беги скорее, выручай нас. Пока он дойдет своими маленькими ножками, я уж там сдохну. Ну, лешего, я так полагаю, не берет эта отрава. Молочек сообразил, что нужно делать. Я думал, он крышкой накроет кастрюлю. Отдал леща еще и наказал. Типа, ты что натворил? Нормально, это не для тебя готовил-то. А это твоя квартира была, я так полагаю, да? Мы что-то там взять можем, нет? Давай к нему подойдем, пузико попробуем ему почесать. Эй, проснись! Помоги мне найти дорогу домой. Не поможет. Наверх, чтобы пройти, нам тоже нужен камень, в котором мы открыли двери входные. Так. Вон, проснулся вроде бы. Благодарствую. Вот мы и до рубильника добрались, в принципе. Пойдем. Опля. Ничего себе попрыгушечная такая носитка птичья. Тут же птичка жила, да? Она гнездо себе там сделала. По всей видимости. А тут лесенка. Перепрыгнешь? Молодчик. Ага, там двери открылись. Ну, теперь обратно получается. Снова эта носитка. Другая птичка вон долбит в дверь. К соседу, видимо. Хочешь попасть. Как мне эти телепорты дубы нравятся? А-а-а, все, понял. Понял, понял. Чтобы туда попасть, нужно рычажок потянуть. Не вопрос. Что, никто дверь не открывает? Не переживай. Мы сейчас разберемся с этим. Так. Спускаемся вниз. Прыгаем. И телепортируемся. Отлично. Пищка. Я пришел. Здорово. У какой жилой? Я тебе помочь хотел. Ну, смотри, как хочешь. Я пошел дальше тогда. Подтянем здесь рычажок. Посмотрим, что это нам даст. Ага, дверь открылась. Он зашел и... А там закрыто. А он теперь там долбится. Ну, и что с него взять? Он дятел. Все время долбит. Так, а если я здесь закрою, а там что-то произойдет? Нет? Нет, давай откроем тогда лучше. На всякий пожарный так. Хоп. Здесь прыгиваем. Ага, ага. Теперь здесь рычаг надо дернуть. Дернем тут его. И снизу сейчас он. О, леший грибной. Спасибо. Короче, эти лешие мне помогают. Они на моей стороне, я так полагаю. Дверь сверху открылась. Неплохо. Можем здесь пройти, открыть дверь ту. Давай это сделаем. Сейчас вот спустимся. Дергаем. И дятел сейчас выйдет. Молодец. Он сейчас должен перепрыгнуть на другую ветку и опять зайти в дверь. А нет, смотри-ка, никуда он не пошел больше. Странно. А, нет, стой. Ой, зря я это, походу, сделал. Я ж тебе, он меня теперь не даст перепрыг... А, я тут и не могу запрыгнуть наверх. Угу. Угу. Тут я могу только спуститься и закрыть дверь. Но мы это делать не будем. А я вообще слезть отсюда могу? Ну, в плане... Светки слезть? Нет, не могу. Ну, хорошо. А что, если мы попробуем в него кинуть? Нет, оно не кидается. Мне выходит, нужно сейчас залезть на... Вот сюда, на верхнюю ветку и попробовать вот этим плодом запустить в него. Чтобы он оттуда ушел. Сейчас попробуем. Заходим сюда. Телепортируемся. И вот я ему плод даю. Я бедную птичку отравил. Ну, как бы... Гнилой плод, че... Че поделать? Че уж тут. Мне нужно было как-то пройти этого дятла. А, тут закрыто. А чтобы открыть, мне нужно как-то с грибным лешим договориться. Леший, давай, дергай. Вот и договорился. Как бы. Просто на него орнул и все. Леший. Спасибо тебе. Больше я с ним взаимодействовать никак не могу. Колодец и тут еще один грибныйк. Мухоморыч. О, да у них тут горячие ванны. И куда же мне дальше? По головам прыгать. Он говорит, подойди ко мне, я тебе че-то расскажу. В колодец прыгать? Ну, давай. Ты отправишь меня домой? Не верь ему, не отправит он тебе никуда. Вот это жуть. И Бигфут тут тоже. Че, а как-нибудь будем вылазить из колодца-то, нет? Куда бы я ни вошел, куда бы я ни спустился, я весь все время куда-то телепортируюсь. Не похоже на родные края. Этот мухомор отправил меня не туда. Сюда как минимум можно сходить, тут обрыв. Хочешь прыгнуть? Я же пошутил. Сказка услышала мои слова и подшутить решила. Я шутканул, и она пошутила. Окей. Погоди, мы можем отсюда выбраться, да, если нам приспичит этот колодец. Ух ты, какая башка. Можно сюда что-то положить, чтобы это расколоть. Это башка щелкунчик. Ого. Гном? Здорово. Здравствуйте. Я заблудился. Отойди. Шахту не суйся. Шахту не суйся. А мы возьмем и сунемся. Мы можем это сделать, но сперва я хочу попробовать зайти к гному в дом. Это реально? Ага, он злится. Мы просто идем сюда и... Я так полагаю, мы в горло вот этого чудища спускаемся. По-другому шахта гномская. Да, тут реально гномчики трудятся. Сейчас будем разбираться, что тут, как тут у них. По обучиям поспрашиваем. Камень свиснул. А, это уголь. Это уголь. Что я там увидел? Кирку поломанную. Странно. Что-то как будто можно там разобрать. Развал, завал этот и пройти куда-то. Скелеты гномские валяются. Видимо, кто-то перетрудился. Грибочек подобрал. Слизкий гриб называется. Фонарь бери. Не прошла, мужчина. Ладно, ладно, не буду трогать. Вот. С камнями опять можно взаимодействовать. У тебя что-нибудь тяжелое, я бы его разбил. Ага. Что-то тяжелое нужно. Убери лапы от механизма, а то простачка покалечишь. Окей. Простачок это вон наверху с одной ногой. А, у него вообще ног нет. У него вместо одной ноги деревяшка. А другой как бы и в помине не было. Что на кухне у вас тут? Ничего. Погоди. Может гриб слизкий сюда закинуть? Гном учуял. Сожрал и... А уголь? Нет, уголь я сюда не положу. Сырой гриб, значит. Надо где-то достать огонь и пожарить этот гриб. И пожарить. А где мы можем пожарить? А, уголь-то у нас есть. Но пойдем на поверхность. Может там где-нибудь найду. Не знаю, огонь или печку какую-нибудь. Пацанчик, давай пошустрее. Что-то ты очень медленно лезешь. Какая-то, я думаю, вы выбрались. Интересно, а что за вот это око над домом? Может, сейчас попробовать? Какой вот такой ворчун? Ноги поломать? Я понял, я пошел. Не надо мне ноги ломать. Слушай, а может мы ему уголь попробуем дать? Уголь тебе надо? А гриб хочешь? Нет, он тоже грибы не ест. Ну, в принципе, уголь можно тут попробовать сломать. Так, а зачем я гриб туда положил? А если уголь сюда? Это типа печь? Серьезно? Обалдеть. Вот это поворот. Кто бы мог подумать? Ну, если так посмотреть, то похоже на печь. На самом-то деле, сверху еще и отверстие специально вместо трубы. Допустим. Пойдем теперь попробуем гномских шахтеров накормить этим грибом. Так. Так же, хавай. Заснул. Теперь с пультом можем разобраться тут. Причем... Прикол. Прикол, прикол, прикол. А че? Куда его? Поджарим ему пятую точку? Нет, так не работает. И все, мы его отсюда убрали. А нафига? А нафига, мы его отсюда убрали. А он здесь теперь колотит. Так. Так, так, так. А нафига нам это? Если мы... Если мы... Вот тут его, прямо над этим чуваком... А, повыше. Вон, смотри. Тут вот есть поломанный камень. И сейчас... Что-то произойдет, наверное. О-оу. Пацан! Ты в сказку прибыл, чтобы тут всех мочить? Уже двух птичек погубил. Как минимум. И гнома одного. Но, по крайней мере, мы раздубили кирку. Давай, отрывай ее. А это значит, что мы можем теперь копать. Копать, копать, копать. И стой. Может быть, мы можем теперь нормально посмотреть на лампу? Ага. Так. А это как-то... Вот там вот, смотри, что-то меняется. Что-то опускается. Опа. Свечение изменилось. А, мы перекрываем, получается. И остается только синее свечение. Правильно? Теперь открывается. Лампа не работает. Хм. Ну, хорошо. Давай мы попробуем сейчас с киркой поработать. Немножечко. Тут мы ничего сломать не можем, потому что нет... Да, кирка упала. Мы слишком слабы. Что за освещение? Не видно, куда бить. А-а-а. Вот, теперь понятно. Теперь понятно, для чего освещение. Ну вот, мы на максимум выкрутили синий свет. Это нам ничего не дает. Давай все включим. И зеленый тоже выкрутили. Получилось такое освещение. Так, погоди. А, может быть... А, нам зеленый... Все, я понял. Нам зеленый нужен. Мы же всегда, когда что-то делаем, какое-то действие, там, бьем, кидаем, рыбу ловим, нам зеленая черточка нужна. И вот мы сейчас ее одну оставим. Зеленое освещение даст нам зеленую черточку. Ну, по логике должно быть так. Давай проверим. Нет, нифига. Нифига. Тут за освещение. Не видно, куда бить. Угу. Ну, короче, я полностью выключил лампу. Вот. И сейчас буду искать здесь какой-то... Не знаю, подсказку. О, стой. Вот тут что-то у нас. Что это такое, а? Открывай, давай, смотреть будем сейчас. Инструкция какая-то. Ох, елки-палки. Это, скорее всего, инструкция по подсветке. Единица, двойка, тройка, четыре. Ага, вон оно что. Так, надо теперь разобраться, как... Как это все. Три, два... То есть, получается, вот где написано R, G и B, это значит Red, Green и Blue. Те поворотные механизмы, которые мы крутим. А сверху, вот я не совсем понимаю, что это означает. Полукруг, боком круг. Я так полагаю, что... А, точно, мы когда копать начинаем, вот эти кружки появляются. Ну, то есть, у нас круг появляется. И нам, скорее всего, первый раздел нужен. Вот где 3, 7 и 5. Вот такой вот кружочек нам нужен. Ну-ка, пойдем проверим. Пойдем проверим. 3, 7 и 5. А 3, 7 и 5, это как ставится у нас там? Ну... А, а тут всего 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. А, ну это нумерация идет у моих. Так, выходит. 1, 2, 3, 4. Или тут нужно по этим, смотри, цифрам, вот где вот переключатель нарисован. 1, 2, 3, 4, там вот значки. Это максимальная комбинация, что ли? А, давай вначале 3, 7, 5 попробуем, а потом другую комбинацию. 3, 7 и 5. Значит, red это 3, green 7, blue 5. 3, 7 и 5. Давай пробуем. Включаем, значит. Это 2 получается. 3, 4. А, я уже перекрутил, елки-палки. Давай по новой. Давай по новой. 1, это значит выключено. Вот 1, 2, 3. Ага, вот такой вот режим нам нужен. Теперь нам нужен 5 у green 2, 3, 4, 5 и 7. А, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну вот, типа так получается. Ну-ка. Нет. Не подошло. Не видно, куда бить. Ёлы-палы, да меня только ся... Кручу их, верчу. Тут же прямо на них вот подсвечено. Вот дуга верхняя. Тут вообще почти полукруг такой. Тут дуга нижняя. Вот по ним нужно сориентироваться. Значит, red дуга верхняя. Blue дуга нижняя. А тут почти круг. Давай смотреть. Там же сверху, вот они. Вот, сверху и написаны вот эти вот все обозначения дуг. Господи. Ну, слава богу, до меня допедрил. А то я тут уже реально кучу времени потратил. На green нам нужно выставить цифру 7. Green это 7. Сейчас мы выставляем его. Так, цифра 7. Сейчас тут у нас стоит, если тут у нас 4, 5, 6. Вот, семерка. На красном получается двойка. Вот, 1 и 2. И blue. А blue у нас был выставлен уже, значит, поскольку сыграла мелодия какая-то загадочная. И это значит, можно долбить камни отлично. Вот оно как. Хорошо, точно. Надо просто было повнимательнее. Быть мне и... Все прошло бы гораздо шустрее. А, промахнулся. Что-то мы должны в этих кам... Ага. Забирай, давай. Красивый камушек. И вот тут еще можно покопать. Но я думаю, что тут ничего мы не найдем. Ну, ради приличия все-таки раздолбаем этот камень. Ничего не было. Ну, тогда... Все выходит в этой шахте. Выползаем отсюда. Попробуем сейчас гнома наверху задобрить этим камушком. Как он вообще называется? Самоцвет. Просто самоцвет. Если мы его сюда положим. Мы его положили. А, и здесь еще можем сломать камень. Опа. Ага. Я, честно, не понял, что... Ну, допустим. Если бы я этот самоцвет не положил и начал бить камень, то, скорее всего, у меня бы этот гном от Аташки сделал мне. А так все, видишь, заработало. Еще раз ударить сюда... Нет. Смотри, тот гном наверху на поверхности отошел. У нас появился доступ теперь в его... Не знаю, робота, помещение. Что это? Ну, так как у этого помещения есть ноги, то это робот, по идее. Пойдем-ка мимо, проскочим. Он как будто замер. И зайдем теперь сюда. А тут тесновато. Сюда нужно что-то вставить. Давай посмотрим, что тут у нас. Датчики должны быть в зеленой зоне, скорее всего. А они, ну, как бы не очень в зеленой зоне. Постучать по этому всему... Нет, мы не можем. Можно покрутить. Ага. Стоять. Еще разочек, давай. Зеленая зона. Следующий. Мы-то мы опускаем. Зеленая зона. Так, это... Здесь теперь крутится. Крутим, 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 крутим. Короче, когда красный экран появляется, все стрелки смещаются в какую-то сторону. Не в ту, в которую мне нужно. Блин, а как мне... Как мне вот эти вот стрелки? Они сейчас по нулям, получается? А как мне их обратно-то вернуть? Давай крутить тогда, что? Выходит, мне верхние стрелки нужно крутить. Чтобы поднять. Во! Вон оно как. Почти докрутил, но не докрутил. Зараза. Зеленая зона. Тут у нас в зеленой зоне. Это мы обратно покрутили. Вот это давай стрелку крутить. О, хорош. Хорош, 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 хорош. Так, это мы что сейчас крутим? Ваза. Ай-ай-ай, хватит. Все, возвращаем в зеленую зону. Готово. Здесь чуточку. И последняя. Ну вот, все в зеленой зоне. Сработало. Жмем на рычаг. Вот этот летающий дрон мы спустили к себе. Сейчас рот захлопнет. Гном, отходи оттуда. Ну, как минимум он упал в шахту. Я думал, сейчас гнома раскусит напополам. Ну, хорошо. Давай теперь вот этот рубильник нажмем. Он не сработает, потому что здесь нет вот чего-то. А-а-а. Это типа динамик, что ли? Давай кнопку нажмем. Ничего не произошло. Зажигание. Не работает. Не работает. Пойдем искать источник энергии. Тут мы больше ничего сделать-то и не сможем. Как отсюда выбраться? А как выйти? Э-э-э-эй! Я отсюда выйти не могу, что ли? Вот это поворот. Тут в печи что-то есть. И шифр какой-то. Мы можем это как-то вытащить из печи? Не можем. Что у нас есть? У нас есть кирка. Ну, давай кирку попробуем. О! Мы сейчас из печки достанем то, что там сияет. А, это тот дрон. Ну, иди сюда. Скорее всего, ты нужен нам тут. Вот! Теперь источник энергии у нас есть. Что нам тут нужно поделать? А, смотри-ка, я отключаю тумблеры, и у нас вон там вот все. Справа в датчике меняется. То есть тут. А что нам нужно? Значение? Какие нам значения-то нужно выстоять? Какие, какие, какие значения нам нужно выстоять? Есть подсказка где-нибудь тут? Нам нужна подсказка. Какая-нибудь подсказка. Так. Ну, подожди. Ну, давай тумблеры эти все вот включим. Нифига. Видимо, когда мы найдем то, что нам нужно, вот эта вот кнопочка должна загореться вот справа. Туда рука почему-то не дотягивается. Ну, короче, я тут максимум чего увидел. Это F и R. Давай мы попробуем к ним стрелочки поднести. Давай теперь переключаем. Сюда. Ага. Тумблеры включаем. Вот. А, ну тут видишь, как бы кнопки должны активировать что-то. А они ничего не активируют. Прикинь, чисто случайно сработало. Комбинация MF здесь на датчике включила желтую лампочку. Как я и думал, что это лампочка. Ладно, давай теперь методом тыка будем здесь все тыкать. Это не подходит. Это подойдет? Нет. Почему, как это все? Может быть, на кнопку... Сейчас, подожди. Нужно к лампочке все это пододвинуть. Стрелочка к лампочке. Давай, двигай, 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 двигай. Нет. Это не так. Может, тумблера нужно как-то... Стоять. Нет. Так. MF, MF, R... А, погоди. R, R, N, R. R, N, R. N, R, N, R. Нужно попробовать. Ну-ка. Давай. Да, точно. R, N, R. Короче, вот эти буквы тоже имели значение. Ну и что, теперь центр. О-о-о, запустили. Дергаем рычаг. Что-то открылось. Кресло. Мы теперь капитан. За штурвал и погнали отсюда на роботе. Ну, поехали. А ты видишь вообще, куда идти-то хоть? Лобового стекла не видно даже. Здание 709 отправляется в космос. Наверное. Что-то мы сломались, по-моему. Блин. А, попытка вторая. О-о-о, как мы прыгаем. Прикольно. Как жаба просто упрыгали отсюда. Дальше прыгаем. Ну, ладно. Раз нам дает такую возможность, давай попрыгаем. Птичка, блин. Теперь не видно нифига, что там? Если три перегрузки будет, то все. Кажется, мы его что-то врезали. Да ломали это здание гнома. Ну, надеюсь, он не в обиде на нас. Как я вышиб эту дверь на льгое. Лучше бы я с братьями за грибами пошел. Ага. Самый спокойный пацан в итоге срубил приключение на свою пятую точку. Конкретную такую. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение того, чем эта история сказочная закончится, то с тебя лайк и подписочка, чтобы не пропустить следующего видео, на котором мы с тобой. И увидимся. Так что до встречи.